Если вы хотите заказать рекламу у блогера на YouTube, давайте разберем, что нужно знать, чтобы получить хороший результат. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, так как у нас каждую неделю выходят новые интересные видео на тему видеомаркетинга. Когда стоит задуматься о рекламе у блогера? Например, когда у вас простой дешевый продукт, например, косметика или, возможно, одежда. Можно сразу не создавать свой YouTube-канал, а поставить цель коллаборации с блогером продажи и заказать коллаборацию, ввести сразу на сайт, чтобы зритель мог ознакомиться с вашим товаром и сразу приобрести его. Второе, если вы, допустим, большой бренд МТС, Билайн, Сбербанк, можно поставить целью коллаборации охват и узнаваемость вашего бренда, выбрать большого блогера с миллионной аудиторией и сделать с ним хорошую коллаборацию, где показано будет ваши логотипы много, рассказано о вашей услуге, бренде. Третье, если вы развиваете свой YouTube-канал, хорошо подходит для тех, у кого сложный продукт и зрителю требуется большее количество времени, чтобы принять решение о покупке. В таком случае перед коллаборацией вы должны развить свой канал, чтобы он был хорошо оформлен, чтобы на нем было хотя бы 8 видеороликов, чтобы там были просмотры, какое-то минимальное количество подписчиков, чтобы он был не мертвый. И тогда уже к таргетированной рекламе AdWords, допустим, можно подключать еще и рекламу блогеров. Где искать блогеров? Есть агентства, они работают, как правило, уже с большими блогерами, и на них в любом случае вы не выйдете никаким другим путем, как через это агентство. Агентство предоставляет вам выбор тех блогеров, которые есть у них. На каждого блогера у них есть презентация, где подробно расписаны цены, подробно расписана аудитория, возможно, показаны какие-то примеры, кейсы у тех, кто заказывал ранее коллаборацию с этими блогерами. Есть биржи блогеров, GetBlogger, Apexstar, LabelUp, LiveDune. У многих есть свои плюсы и минусы. Например, в LiveDune есть хороший поиск. Можно искать блогера по словам, словосочетаниям и записаниям канала. Хороший фильтр, который все это систематизирует, довольно обширная база блогеров. Плюс там есть неплохая аналитика уже в самом сервисе, которая даст хорошую информацию о блогере. Apexstar, на мой взгляд, хорошо подходит, если вам нужно быстро сделать коллаборации несколько с какими-то мелкими блогерами. Там есть хорошая база своя, где в некоторых нишах есть хорошие варианты. Есть своя минимальная аналитика, можно быстро списаться и договориться о коллаборации. Некоторые базы мне не очень нравятся, например, GetBlogger. Там непонятно, какая у них есть база, насколько она большая, насколько она мне подходит лично. Нужно сразу заплатить, чтобы получить хоть какое-то впечатление о сервисе. Можно искать блогеров вручную на YouTube, так чаще всего делаем мы. Это хорошо тем, что вы не ограничены какой-то определенной базой, а смотрите всех, кто представлен на YouTube, можно найти какие-то интересные варианты. Те, кто пока еще практически не продавал рекламу на своем канале, и у него очень лояльная аудитория, которая подходит, допустим, для вашего бизнеса. В любом случае, как бы вы ни искали блогера, обратите внимание, посмотрите контент на то, как преподносится вообще реклама у блогера, есть ли она у него, хорошо ли заходит нативная реклама или реклама в лоб. Кто-то вообще не делает нативную рекламу, допустим, в Дудь, Собчак, Большие каналы. Но это не значит, что это будет плохо работать. После того, как мы нашли каких-то блогеров, мы смотрим их по сервисам аналитики, например, Social Blade. С помощью сервиса давайте сравним два канала и поймем, у кого лучше заказывать рекламу. В данном случае я взяла канал Анны Шейны и канал Жени Гейн. У обоих каналов примерно 300 с лишним тысяч подписчиков, примерно плюс-минус одна целевая аудитория, похожая, скажем так. Вот, давайте попробуем сравнить показатели. Первое, на что обращаю внимание, это количество видео. Количество подписчиков и количество, общее количество просмотров на всех видео. Как правило, если блогер за меньшее количество видео набрал большее количество подписчиков, это хорошо. Давайте посмотрим эти показатели. У Анны 920 видео и 340 тысяч подписчиков. У Жени 600 видео и 370 тысяч подписчиков. У Жени этот показатель лучше. Еще можно обратить внимание, когда канал был создан. Как правило, чем старше канал, тем сложнее ему набирать популярность. У Жени 2009 год, у Анны 2011. Но в данном случае, я думаю, это не очень большая разница. Это тип канала и страна, где зарегистрирован канал. Это, как правило, нас не очень интересует. Это общий рейтинг канала, который ставит сам сервис. У обоих каналов одинаковый рейтинг. Рейтинг делает Social Blade, исходя из всех показателей, которые он имеет. Дальше нас интересуют вот эти цифры. Это просмотры, количество просмотров за последние 30 дней и количество подписчиков за последние 30 дней. У Анны это 900 тысяч и 7 тысяч подписчиков. Вот эта цифра в процентах, это на 20% меньше, чем за предыдущие 30 дней. И на 49% меньше подписчиков. Но в целом показатели хорошие. В отличие у Жени. У Жени плюс 300 тысяч просмотров, а подписчиков меньше. То есть у нее очень много отписок по какой-то причине, минус 200 подписчиков за последние 30 дней. Это должно уже нас насторожить, почему так происходит. Вот в таблице тоже видно, что у Анны канал развивается лучше. Здесь подписчики, вот здесь количество подписчиков, здесь количество просмотров за каждый день. Каждое число. В среднем плюс 200 подписчиков и, ну, будем считать, плюс 30 тысяч просмотров. Это хорошие показатели. У Жени показатели гораздо хуже. Очень много отписок. При том, что общее количество подписчиков у нее выше. И ее канал набирает гораздо меньшее количество просмотров. Еще то, что нас интересует, это вот такая шкала. Две шкалы. Это на протяжении всего времени, когда существует канал, общее количество просмотров, сколько каждый месяц, и общее количество подписчиков. У Жени подписчики сначала было больше, и сейчас постепенно их становится меньше. Наблюдается такая тенденция, что не очень хорошо. При этом крыльчатство просмотров не падает. Бывают на графике такие провалы или подъемы, и не пугайтесь, это не обязательно. Может быть, какая-то накрутка или списание накрутки, да. Может быть, просто Женя удалила видео какое-то, и, соответственно, все просмотры, которые были на этом видео, они списались. Вот, возможно, и такое, так что ничего страшного. То же самое, какие-то взлеты. Возможно, было опубликовано видео, и оно попало в топ. И набрало большое количество просмотров. Но, как правило, если набрало большое количество просмотров видео, то и подписчиков прибавляется. Ну, каждый случай нужно смотреть и разбирать индивидуально. Мы сейчас не будем вглубляться в подробности. Посмотрим, что на канале у Анны. У Анны, наоборот, все показатели растут. В последнее время и просмотры, и подписчики. Из этих общих сведений по Social Blade мы можем сделать вывод, что канал Анны нам более привлекательен для коллабораций. А помимо Social Blade, давайте еще посмотрим на сами каналы в YouTube. На что нужно обратить внимание? Обратить внимание на среднее количество просмотров последних видео. Ну, допустим, последних 5-8 видео. Из этого мы можем сделать вывод примерно, на какое количество просмотров мы можем рассчитывать, если заказать рекламу. Ну, здесь можно сказать, что 20-30 тысяч просмотров можно рассчитывать. Лучше это вообще делать с калькулятором. Возьмите 8 видео, сложите количество просмотров и поделите их на 8. Вы получите более точную цифру. Также лучше зайти на последние видео, лучше просмотреть несколько. На что здесь стоит обратить внимание? Количество лайков и дизлайков. Не должно быть много дизлайков. Это значит, что много негатива у блогера. У некоторых блогеров бывает, что они выкладывают, затрагивают какие-то негативные, возможно, темы. И много получают хейта в какой-то момент. Следите, чтобы не было такого у блогера, которого вы хотите заказать рекламу. Иначе реклама будет восприниматься тоже негативно и не будет никакого эффекта. Посмотрите комментарии. Из комментариев можно сделать выводы, кто вообще целевая аудитория. Но здесь преимущественно девушки, я думаю, что даже только девушки. Можно посмотреть, не накручены ли комментарии. Это, как правило, такие шаблонные комментарии, которые можно встретить одни и те же или похожие на протяжении нескольких видео. Их можно высчитать. Из комментариев можно узнать подробнее, кто целевая аудитория, как она реагирует на рекламу, возможно, что для нее важно в видео у блогера, на что она обращает внимание, как она контактирует с блогером, как блогер отвечает ей, можно посмотреть. У самого блогера перед коллаборацией обязательно запросите аналитику целевой аудитории, чтобы посмотреть поподробнее не только самим по комментариям, но и посмотреть, что пришлет блогер, кто его ОВЦА. Еще я бы вам посоветовала обратить внимание на рубрики. Например, у Анны, если посмотреть повнимательнее ее контент, то можно выделить, что видео про похудение у нее набирают гораздо большее количество просмотров, чем остальные. Из этого можно сделать вывод, что мы можем потратить там столько же денег, но если заказать интеграцию в видео именно про похудение, то мы получим гораздо большее количество просмотров, чем у других видео на канале. Тоже смотрите на это. Не у всех блогеров это есть. У некоторых нет такой рубрики, которая выделяется, но вот в данном случае у Анны такая рубрика есть. И можно обратить внимание больше на нее. У некоторых блогеров еще более явно выделяется какая-то рубрика отдельная. Некоторые блогеры даже делают отдельный ценник для определенной рубрики. Виды интеграции. Есть прерол, построл или мидрол. Это рекламная вставка, которая примерно занимает минуту, вставляется в видео в начале, в середине или в конце. Как правило, она состоит из нарезок видео, из, допустим, вашего видеоролика или из видео, взятых с вашего YouTube-канала. И накладывается поверх голос блогера, где он рассказывает о вашем продукте или услуге, рассказывает, почему стоит подписаться на вас, ну и так далее. Друзья, пока мы держим путь до разрушенной церкви, хочу порекомендовать вам зайти на аукцион Виолити. Здесь масса интересных и необычных лотов. Можно найти древнеримские монеты, червонцы царской России, купить или продать антиквариат и ювелирные украшения. Вообще, где лучше делать такую рекламу, мы рекомендуем вставлять такую рекламу в середине ролика. Потому что в начале такая реклама сразу может вызвать отторжение и зритель может закрыть видео. До конца могут просто не все досмотреть видеоролика, а в середине такая реклама зайдет лучше всего. Есть более сложные вариации такой рекламы. Например, на канале Собчак она рекламирует недвижимость. Там не нарезка, а прям снятый отдельно специальный материал, где есть диалог Собчак и с представителем компании. Они ходят по району, где продается недвижимость, и беседуют о ней. Есть интеграция. Это нативная реклама, которая органично вписана в видео. Например, блогер показывает, как он готовит завтрак, что вообще он делает. Потом он садится кушать и говорит, что когда он кушает, он смотрит YouTube. И вот, кстати, я как раз хотела показать вам какой-то интересный YouTube-канал и рассказывать про ваш канал. Наливать завтрак. Это единственное время, когда я могу посмотреть кого-то на YouTube, потому что другого времени у меня просто нет. Я с недавнего времени подписалась на очень классный канал, он называется «Мама рулит». У них на канале две рубрики, одна экспертная ответа на самые там какие-то острые мамские вопросы. Но, честно говоря, меня больше интересует вторая рубрика, где мамы рассказывают про жизнь с детьми в других странах. Специальный проект – это когда вы заказываете у блогера не рекламную вставку в его ролик, а весь ролик блогер снимает специально для вас на выбранную тему вместе с вами. Например, Ян Топлис снимал специально для Дюрокс ролик «Как работает любовь». Там он делился своими размышлениями и органично вписал рекламу. А еще я тот человек, который по-настоящему любил одну девушку и, кажется, люблю до сих пор. На самом деле важны первые минуты. Она больше смотрит на то, как ты говоришь, а не о чем. Старайся ее заговорить. Математика простая. 55% информации ей расскажет то, как ты двигаешься. 38% – то, как ты разговариваешь. Мы решили это исправить и подготовили вместе с Дюроксой, моей командой, этот выпуск, разобравшись во всей сложной химии любви. Кстати, если вы хотите посмотреть еще больше примеров рекламы у блогеров, они есть в статье в блоге на нашем сайте. Ссылку на статью я оставлю в описании. Переходите, смотрите. После того, как вы выбрали блогера, важно правильно поставить техническое задание. Какой блогер должен сделать призыв? Куда вести? Какие ссылки указать? Какие основные причины и преимущества вашего товара? Почему стоит подписаться на ваш YouTube-канал? Почему стоит это сделать прямо сейчас? Это все должны вы указать блогеру, а уже вместе с ним думать над подачей. Особенно, если блогер уже много делал рекламы, и вам нравится, как он сделал рекламу, вы можете дать ему место для творчества. Предлагаю вместе рассмотреть пример ТЗ для блогера Анны Шейны, который мы делали для рекламы канала «Мама рулит». Вначале я написала, сколько примерно должна длиться рекламная вставка и где ее нужно поставить. Важная информация, которую нужно указать. У нас было несколько роликов на канале Анны, поэтому здесь я еще пометила, что это первый ролик и знакомство с каналом. Дальше у меня делится рекламная интеграция на три части. Первая часть – это подводка. Я пишу визуально, что должно быть в кадре. В данном случае блогер снимает себя на камеру. Пишу пример, потому что мне важно просто, чтобы эта подводка была. А как именно она будет построиться, как именно блогер будет обращаться к своей аудитории, друзья, девочки или как-то еще. Это уже блогер будет решать сам, и это я до ней тоже донесу, но уже в словесной форме. Дальше самое важное – это база, где будет происходить сама реклама канала. Я написала, что будет происходить визуально. Визуально будут кадры еще с нарезки трейлера. Блогер будет сам выбирать кадры, которые ей нравятся. И пишу структуру и пример структуры. Структура у меня состоит из важных смыслов, которые нужно донести до зрителя, и пример какой-то конкретный. Важные смыслы, какие нужно донести, я повторно дублирую. Вот у меня здесь есть два пункта. То, что нужно донести, опять же, можно своими словами. Я ее не ограничиваю конкретно в словах, все время пишу примеры, и когда мы общаемся лично, я это тоже акцентирую на этом внимание. И плюс к важным смыслам я хочу, чтобы блогер сказала какой-то свой личный пример, какое-то видео сакцентировало внимание на нем, какое понравилось лично ей, и описала его. В данном случае блогер выбрала видео с Кипром, и уже конкретно говорила свое мнение о этом видео, вставляла кадры из этого видео, которые нравились именно ей. Очень советую посмотреть видео про Кипр. Там есть какие-то вещи, которые просто реально не укладываются в голову обычному русскому человеку. В большинстве садиков нету кухни, и поэтому родители передают деткам с собой примерно вот такие вот рюкзачки. Можно заказать доставку еды. Или, например, то, что там нет распределения по возрасту. То есть ты приводишь своего ребенка, и там же в группе есть дети, которые и намного младше, и намного старше. Разных возрастов, разных интересов. Оказалось, очень интересно просто посмотреть, какие правила, как вообще люди с детьми живут в других странах. Так что обязательно заходите на канал Мамы Рулят, и смотрите вот эти вот интересные ролики. Я вам ссылочку внизу под видео оставлю. И отдельно на ролик про Кипр тоже оставлю, потому что этот ролик цепанул меня сильнее всего. В конце видео я еще раз попросила блогера, чтобы она напомнила о канале Мамы Рулят. И здесь написан текст для инфобокса. Ссылка на канал. Также, если у вас не только текст в инфобоксе, а еще вы хотите, чтобы блогер вас отметил в подсказках, в конечной заставке, тоже укажите это в ТЗ. Ну или какие-то еще, возможно, важные для вас моменты. Например, написать в первом комментарии еще дополнительно ссылку на ваш канал или какую-то информацию. Чтобы повысить вовлеченность и эффект от коллаборации, особенно если у вас стоит цель подписчики на канал, можно провести коллаборацию вместе с конкурсом, где вы будете разыгрывать вместе с блогером призы, которые будут интересны целевой аудитории. Например, мы провели конкурс совместно с Анной Шейной для канала «Мамы рулят». Мы делали две рекламы в двух видео. Сначала знакомство с каналом, которое вы видели ранее. А через несколько недель мы сделали рекламу канала с конкурсом, цель которого была подписчики. Я хочу вам рассказать про очень классную такую новость. Помните, я вам рассказывала про канал «Мамы рулят»? Так вот, вместе с ними мы приготовили для вас просто сверхъестественный классный конкурс. «Мамы рулят» сами на меня подписаны и вышли с предложением о совместном конкурсе с очень полезными и классными призами. Ровно через четыре недели мы подведем итоги и выберем трех победителей, которые получат классную кухонную технику от «Филлипс», а именно ручной блендер, чайник и тостер. Для того, чтобы стать победителем, вам нужно будет подписаться на мой канал и, конечно же, быть подписчиком канала «Мамы рулят». А также оставить комментарий под видео на канале «Мамы рулят». Ссылку на это видео я напишу вам в инфобоксе. Обязательно в комментарии укажите ссылку на свою социальную сеть, чтобы мы смогли вас найти и подарить подарки. Для проведения конкурса мы выбрали четыре недели, чтобы как можно больше человек смогли в нем поучаствовать. И сделали анонс конкурса как бы на канале «Анны Шейны». А сам конкурс проводили на своем канале «Мамы рулят» на влоге про Венецию. Подобрали красивый интересный влог, чтобы тоже зрители его могли смотреть, заинтересовываться, подписываться ради него в том числе. Ссылка на это видео есть в описании «Анны Шейны». Здесь есть условия конкурса продублированные. И ссылка на ролик наш на «Мамы рулят». В конце ролика тоже есть анонс о конкурсе. Девочки, «Мамы рулят» проводят конкурс. Разыгрываются три очень полезных и классных подарка для кухни. Тостер, блендер и чайник. Чтобы побороться за них, вам нужно выполнить несколько простейших действий, которые вы найдете в описании ролика. Участвуйте и выигрывайте. Желаю вам удачи! В описании к ролику мы прописали условия конкурса, что подписаны нужно быть на два канала, оставить комментарии к видео и страницу в Инстаграм, чтобы мы могли связаться по Инстаграму с победителями. И также мы отметили, что когда закончится конкурс, чтобы зрители были в курсе, с помощью какого сервиса мы выверим победителя, тоже важно. Итоги конкурса мы подводили в прямом эфире Инстаграм. Все было открыто, можно убедиться было в честности конкурсу в любой момент, что для нас тоже было важно. Небольшие еще комментарии, кто может участвовать в конкурсе. Мы отправляли подарки только по России. И по итогу, после четырех недель, мы оставили победителей конкурса вот здесь, в комментариях. В конкурсе участвовало 165 человек, подписалось на канал больше. Плюсы в конкурсах в Ютубе, в отличие от Инстаграма, то, что практически все потом участники остаются вместе с тобой. Отписок очень мало. Обязательно в описании в ролике у блогера оставляйте короткую ссылку с UTM-меткой. Это нужно для того, чтобы посмотреть результаты, количество переходов на ваш Ютуб-канал или на сайт. Банально, но многие об этом забывают. Или же, если вы сразу продаете товар, попросите блогера сказать специальный промокод со скидкой. Таким образом, зрители во время покупки будут указывать этот промокод. Ну, тоже хороший способ отследить количество покупок. Дополнительный трафик. Не стоит ограничиваться только ссылкой в описании под роликом в видео с блогером. Можно сделать видео-подсказки, где блогер оставит ссылку на ваш Ютуб-канал или сайт. Можно сделать конечную заставку, где тоже можно будет перейти на сайт Ютуб-канала или видеоролик на вашем Ютуб-канале. Очень хорошо работает, если блогер временно размещает видео с вами, с коллаборацией, как трейлер канала на канале для подписчиков. Тогда каждый подписчик, когда будет заходить на Ютуб-канал, будет видеть это видео, и тем самым видео может собрать большее количество просмотров. Блогер может добавить ваше видео к себе в плейлисты. Это тоже может дать хороший охват вашему каналу. Проанализируйте соцсети блогера перед коллаборацией с ним. Если там есть аудитория, попросите блогера сделать анонс перед выходом видео, и это даст тоже дополнительный охват. После проведения коллаборации с блогером не забудьте оследить результаты. Да, понятно, что полностью отследить результаты будет сложно, но все-таки составить какую-то картину о результате коллаборации – это важно. Как правило, если речь идет о подписчиках на канал, то мы смотрим, сколько примерно у нас идет органики каждый день на нашем канале, сколько пришло с рекламы AdWords, если мы запускали в это время рекламу, и сколько пришло всего подписчиков. Из этой цифры мы вычитаем и AdWords, и органику. И остаток – это, получается, как раз те подписчики, которые пришли с блогера. Взаимовыгодные условия. Перед тем, как искать блогера, подумайте не только о том, какой вам будет полезен блогер, но и какому блогеру могут быть полезны вы. Например, если вы стилист, то вы можете найти бьюти-блогера и предложить ему услуги стилиста, и снять об этом видеоролик. Такой контент, скорее всего, очень положительно воспримет блогер и очень положительно воспримет его аудитория. Вы покажете не просто прерол, а свою работу в действии, и, причем, лояльной целевой аудитории. Или, если вы продаете автодома, то возьмите блогера, который много путешествует. Такой блогер будет рад сотрудничать по бартеру. Он возьмет у вас в аренду автодом и за время путешествия снимет много хорошего контента, который очень положительно воспримет его аудитория. Для канала «Дома на колесах» мы сотрудничали по бартеру с «Серый копатель». Мы предоставили автодом на три дня для путешествия за кладами. Цели коллаборации были две. Основная цель – это подписчики на канал «Дома на колесах» и второстепенная цель – это аренда автодомов. Для этого мы делали скидку 5% при подписке на канал «Наши серого копателя». В каждом видео мы всячески старались заинтересовать зрителей автодомом и переманить их на свой канал. В первом видео мы показывали, как дается автодом в аренду. Есть небольшой обзор автодома от лица блогера. Также блогер рассказывает про канал «Дома на колесах» и призывает подписаться. На протяжении всего видео, помимо ссылок в описании, есть ссылки в подсказках на канал «Дома на колесах» и на конечные заставки в видео, что тоже дает дополнительный трафик на канал. На протяжении видео блогер демонстрировал, как автодом по проходимости, как вообще ночевать в автодоме, как готовить в автодоме. Показывал свой вообще лайф жизни в автодоме, что подогревает интерес зрителя. Дополнительно еще на наш канал «Дома на колесах» мы сняли видеоролик интервью с блогером, взяли у него отзыв вообще о поездке. И в последнем ролике на канале «Серого копателя» мы сказали об этом интервью, и блогер снимал бэкстейдж тогда, когда у него брали интервью, и оставил ссылку на интервью в описании. Таким образом, на третьем видео мы, можно сказать, добили тех, кто уже смотрел предыдущие видео, но ему не очень было интересно, допустим, сами автодома, но конкретно интересен этот персонаж, «Серый копатель». И мы получили на свой канал «Дома на колесах» зрителей тех, кому интересен персонаж, чтобы посмотреть отзыв его о поездке, какую-то дополнительную информацию о поездке, которая нет на канале «Серый копатель». Последний, но немаловажный совет. Пожалуйста, не делайте вывод по работе с блогерами от одной коллаборации. Это очень мало. Нужно провести несколько коллабораций, попробовать разные виды блогеров в разных тематиках, разные сделать с ними интеграции, пробовать с конкурсами, без конкурсов, прероллы, интеграции. И только тогда, когда вы попробуете какое-то определенное количество, хотя бы пять разных коллабораций, с блогерами можно сделать хоть какой-то вывод о том, работает ли этот инструмент конкретно для вас или нет. Надеюсь, эти советы помогут вам в сотрудничестве с блогерами. Не забывайте, что вы можете перейти в статью на наш сайт, там увидите больше примеров, ссылка на нее есть в описании. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех полезных советов, которые сделают ваш бизнес на виду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова